МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слаженное движение. Лодка скользит по воде. Это для других. Лазурное побережье. Просто морская прогулка. Для твоей команды это испытание. Если ты садишься на весла, ты бросаешь вызов стихии. Если ты пришел в большой спорт, ты перестаешь себя жалеть. Если вступаешь в большую гонку, нужна только победа. Первый канал представляет большие гонки. Четыре. Второй. Полуфинал. Дамы и господа. Второй полуфинал. Выходят команды, показавшие лучшие результаты по итогам 10 отборочных туров. Команда Америки. Железные служаки. Подводники, парашютисты, спецмены. В четвертом отборочном туре они одержали очень красивую победу. Сегодня намерены повторить свой успех. Команда Китая. Гимнасты, мастера восточных единоборств. За их плечами школа карате, кушу, тайджи. В восьмом отборочном туре они принесли поднебесные победы. С победным настроем выходят и сейчас. Казахстан. Отважные бойцы страны диких степей. Легкоатлеты, борцы, альпинисты. Они стали лучшими в девятом отборочном туре. Сегодня тоже хотят победы. Россия. Прославленные спортсмены, актеры. В одной команде соединились с силой, талантом и обаяния. Они стали первыми в десятом отборочном туре. Они хотят принести золото своей стране и сегодня. Первый канал представляет большие гонки сезон 4. Большой полуфинал. Меня зовут Дмитрий Нагиев. Здравствуйте. Команда из России. Смертельное оружие. Капитан команды Наталья Андрейченко. Наша тайна велика. Победим наверняка. Тренер команды Ольга Слудска. Во-первых, это полуфинал. Надеемся, что в этом полуфинале команда сильная. Они так объединены общей идеей вот такой команды и победить. Я им этого желаю. Сегодня тема сложная, потому как по большому счету бороться будут две русские команды. Вот что интересно. Дорогие друзья, ваша команда дошла до полуфинала. Я вас поздравляю. Так что, брау! Я вас поздравляю. Молодцы. Вы молодцы. Вы крутые, действительно. Сейчас у вас задача очень-очень важная. Не просто выиграть эту игру, а набрать максимальное количество очков, чтобы позволило вашей команде, именно одной из двух команд России, играть в финале. Для этого нужно, еще раз повторяю, выиграть всю игру, плюс набрать максимальное количество очков в течение всей игры. Итак, через несколько секунд начнется полуфинал. Больших гонок четвертого сезона. Команды подобрались на редко сильные. Соединенные Штаты Америки. Все красавцы, богатыри. Китай подтянутый, острый. Казахстан в мощно развивающейся державе, готовая к спортивным завоеваниям. И мы. Противостояние было жесткое. Мы проявили себя очень и очень хорошо. Сегодня полуфинал сильнейший. Значит, закрыли глаза, резко и внимательно, и очень сконцентрировано почувствовали друг друга. Мы сейчас одно единое целое. Мы все вместе, мы сфокусированы. Но у нас очень серьезные задачи сегодня. И мы абсолютно точно, точно, точно победим. Честь России во втором полуфинале будет... Мне кажется, что сегодня у нас будет очень крутой день. Великолепная энергия царит. Ребята собраны. Я думаю, что все будут действовать очень тихо, спокойно и с полной победной отдачей. Кто сегодня победит? Мы! Мы! Фух! Конкурс номер раз. Скоростное одевание. В конкурсе скоростное одевание игроки женщины должны надеть на игроков мужчин рубашку, шорты и шляпу. Сложность в том, что бегущая дорожка, на которой находится игрок женщина, постоянно ускоряется. А мужчины висят на турнике. Победит та команда, у которой к финалу будет наибольшее количество одетых игроков мужчин. Конкурс безумно сложный. Должна быть такая серьезная физическая подготовка. И все равно невозможно все предугадать. Потому что столько сопутствующих и двигающихся дорожек, и количество вещей огромное. Самое главное, мне кажется, здесь не волноваться, не паниковать и не суетиться, не делать много мелких движений. А спокойно, спокойно, без паники. Главное, чтобы не было паники. Добровольцы есть? Я. Так. Понятно. Вот ты мне вот как раз совсем не нужен на этой игре. Я может быть. Потому что он очень длинный, и тебя одевать будет тяжело. Это одни твои ноги, когда ты будешь выпрямлять, девочке войти некуда. У нее даже сзади бассейн. Наташа, скажите, пожалуйста, кто заявлен в первый конкурс? Владимир Смирнов с нашей Настенькой Цветаевой замечательной. Григорий Фролов с Анной Багаре-Титовец. И Кулаков Вячеслав с Кариной Азнавурян. Я их всех уже настолько люблю, они все для меня настолько родные. Но немножко так волнуюсь, чтобы все у них было хорошо. Бежать по дорожке я еще не бежала. И у меня сегодня вот новое испытание, и посмотрим, как я его пройду. Ну, мне кажется, что надо забыть о том, что полуфинал, чтобы слишком не волноваться и не перегорать. Нужно просто делать все так, как мы делаем. И собираемся, настраиваемся на победу, и идем до победного конца. Внимание! Три, два, один! Выходит Китай! Итак, дамы и господа, все началось. Это бежит китайский спортсмен. Он бежит первым, поэтому она бежит, а вдруг пронесет. Нет, китайский спортсмен тебя не пронесет. Оп, схватился. Самый хитрый. Китайской девочке обхитрить дорожку не удалось. Так, ба-бам. Она врезалась сразу. И ошибка первой же спортсменки в том, что она спиной повернулась к дорожке. И бежать как бы, наверное, вот так вот, очень тяжело. Бежать надо вот так вот, как меня учил мой тренер. Итак, у китайцев ничего не получилось. Даже дорожка у них остановилась. Все, только шляпка осталась. Следующим пойдет, а, по желтым, ярким трусам. Сегодня хотел, кстати, купить чемодан желтого цвета. Можете представить? Нет, нет. Я думаю, что желтый цвет весь ушел на трусы казахской команде. Ох ты, какая тактика у казаха. Опа. Он ее пропустил, подтянувшись, раздвинув ноги в раскоряку. И вот теперь казахская девочка будет пытаться хоть что-нибудь напялить на казахского мальчика. Пока ей сдается майка, ей сдается шапочка, ничего не получается у казахской девочки. Трусы ей не сдались. О, наш пошел. Вот пял он трусам с красными полосами. Я понимаю, что это пошел наш. Слава Кулаков. Вот Карина. Так, вот такая Карина, милая девочка моя. Карина, за вариант. Оп, она сейчас, по-моему, оторвет Кулакову бедро. Да, уже игра у нас не пошла. У нее улетела шляпа, к сожалению. Она пытается напялить на него майку, но шляпа-то улетела. И уже стоп. Стоп. Командуют резери. Сегодняшка уединка Оливье Ганьян. Стоп, потому что Карина растеряла шляпу по дороге. Америка на исходный. Вот это пятюк. Немножко перекачаны у него грудные мышцы, но все равно красавчик. Опа, встала американская девочка. Едет боком. Сейчас будет цепляться. Бабах, зацепилась. Да, все, я вижу, что ничего не получится у американской девочки. Разве что она сотрет пятую точку. Китай на позиции. Судя по рождаемости, китайцы были бы чемпионы в конкурсе скоростное раздевание. Что касается скоростного одевания, не очень. Хорошо, пока работает девочка. Единственное, что ей может помешать, у нее развязался на коленях. Во-первых, я начинаю волноваться, что она травмируется. Во-вторых, ох ты умница. Браво, брависсимо, да, умница на огромной скорости. Казахи. Ох. Это казахская бомба сейчас была, потому что все, что она сделала, это красиво грохнуло. Слава Богу, не носом, а так, щекой. Это идет Володя Смирнов, вижу я. Да, повис хорошо, а вот наша спортсменка не скоробеет. Вставай! Вставай! Настя Цветаева, а Робела упала. Да вставай, Настенька. Нет, не удастся. Вот сидя на пятой точке, на фотке, не удастся подняться. Вот, вот, по краешку, по краешку. Молодец. Но сейчас снимут. Сейчас снимут. Все, по-моему, уже снимают. Да, да. Нельзя вставать под каркасу ведущей дорожки. За это снимают, что, в общем, и произошло с нашей командой. Наши ребята только веселятся, пока не принеся команде ни одного балла. Америка выходит. Красивый синий шлем, прекрасные хоккейные трусы. Американская девочка идет. Опа, прыгает и не падает. Потрясающе спиной и не упала. Какая умница. Дорожка запущена на бешеной скорости, но американская девочка держится. И уже практически нет. Все, что княла шапочка. Вот вроде все ты сделал, а шапочка вылетает. Ты понимаешь, игра сегодня не твоя. Но Китай на позиции. Ох ты, у этого парня не трусы, а просто плавки. Где-то украл красивые красные плавки. Опа, пошла китайская девочка. Явно китайцы тренировались. Но вы видите, что в отличие от других команд, они показывают результат. Пускай не великий, но результат. Держится, умница держится и стирает ножку в кровь. Не надо, не надо так рисковать. Дорожка велик, чему это? Да. Юбку держит. Все-таки женщина остается женщиной. Китаянка она, африканка она. Или, боюсь этого слова, русская. Вот. Всегда в самой изящей ситуации она пытается придержать юбочку. Какая юбка? У тебя сейчас этой бегущей дорогой ноги сотрет по самые ноздри. Нет, она юбочку держит, да. Казахи на дистанции. Казахский атлет залез. Казахская девочка, ох, как спиной летит. Умница. Бай-бай, родная. Красиво прокатилась. Готовится сейчас нашим. Опа, повис уже неплохо. Это Аня. Ну что это такое? Аня сразу теряет шляпу, теряет собственные кроссовки, носки, наколенники. И просто стоит на коленях, стирая все, что только можно стереть, но улыбается. Улыбается, смеется, дышит в пуп нашему спортсмену. И никак ее не скинуть с беговой дорожки. Анечка еще не знает, что шляпы у нее нет, что это уже проигрыш. А Ретери просто не видит, что она потеряла шляпу. И завершает дистанцию американская команда. Темнокожий. Американский атлет раскачивается. Ох, американская девочка сразу едет, приготовив футболку. Это, наверное, правильный подход. Если только ей не дал бы по сапаточке сам атлет. И девочку увозят на каталочке прямо в бассейн. Конец конкурса. Россия! Это очень смешно. Просто очень. И захотелось самой поучаствовать в этом. Мне нравится, когда люди падают, когда они в какой-то нелепой ситуации, в какой-то такой, ну, неожиданной, в какой-то такой смешной позе. Ничего не могут сделать. Поскольку я не очень обладаю шикарной координацией движения, я сразу же крохнусь. И у меня сработал инстинкт самосохранения. Я забыла про все правила, что такое. И в этот момент у меня была только одна мысль. Мне надо встать. И там вот по краям этой бегущей дорожки есть такие бортики, вот буквально по сантиметру железные. Я вот так вот мысочками вот так вот встала на эти бортики. Вован в этот момент висел, бедный, ждал, пока я там расколяюсь. После чего дорожка была остановлена. И мы сошли с нее. Понимаете, самое, что обидно, все получилось. Я ведь встала. Я ведь встала. Мы преодолели это. Я встала, я уже почувствовала пол. Я же начала его одевать. Вылетела шляпа. Я не остановилась. Итак, за моей спиной итоги прошедшего конкурса. Вы эти итоги видите на своих экранах. По одному баллу все команды и четыре балла китайской команде. Во-первых, они работали очень хорошо. А во-вторых, у них есть хоть какой-то результат. Ну, первый конкурс, к сожалению, получился неудачный для России. Но Россия все-таки вырвется и сделает победу. Наша тайна велика. Победим наверняка. Ура! Полуфинал. Ответственность настолько велика, что все члены команды вибрируют. Мы защищаем честь страны, которая называется Россия. Россия! За моей спиной первый конкурс с быками сегодняшнего вечера. КОСТИ В этом конкурсе двое участников строят пирамиду из игральных костей. А третий заманивает быка, чтобы животное сбило пирамиду. Победит та команда, игральные кости которой бык собьет максимальное количество раз. Задача ребят, кости рассыпаны, быстро ставить, а потом заманить быка. И сделать так, чтобы бык сбил именно наши кости. Какие мужчины! Браво! 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 Пирамиду у меня сегодня такая. Собирать клеточки и садиться на решеточку, чтобы бык то, что я собрал, потом удачно сбил. И желательно, чтобы у нас вылетало сразу. Ну так, три шестерочки. В принципе, особых слов не говорю. Стараюсь сосредоточиться, настроиться, чтобы постараться обыграть это животное. Это все требует вынусливости. Я смотрю, как другие команды готовились. Насколько американцы сейчас отправили просто лучших людей. Китай вышел настолько подготовленным. Просто удивительно. Настолько сильные, наилучшие силы. Мы обязаны их победить. И быков, и китайцев, и американцев. И казахов, да куча. Россия! Россия! Выпускаете бык. Топоро-рочистых крикнул Оливье Гонян. И бык сразу вместо в карьер. Это самое крупное животное Франции. Опа! Который поднимает пыль, просто дыша. Ну что ж ты! У него на боку написано. Бешеный безумец. Все, пирамида построена. А теперь нужно заманивать быка. Чуть было не сказал, на рога. Ура, господиан! Молодец! Хорошо работают наши ребята, но казахам повезло. Больше... Ну, давай! Посмотрите, не получается. Не получается игра у наших спортсменов. Уже и я здесь вроде стою и кричу. Бешеный безумец. Сюда, сюда. Минус бешеного безумца в том, что он еще и глухой. Глухой, но зрячий. Поэтому он четко видит желтые штаны казахской команды. Не ладится игра у нашей команды. А второй раз практически достроили пирамиду. Поближе! Игорь! Нет, побаивается казахский спортсмен. Нельзя сказать, что наш побаивается. Просто пока удача не хочет смотреть в нашу сторону казах. Хорошо играет. Хорошо. Не бойся, не бойся. Ближе, ближе. Смотрите, бык игнорирует паршивец нашей кости. Хотя наши кости стоят намного красивее, чем казахские. Не получается. Давай, давай. Ну, в одни ты уже. Что это? Трудно, что ли? Ну, наконец-то. Бешеный безумец поднул, наконец, в наши кости. И наши ребята сразу начинают отстраивать кости заново. Опять бык у наших костей. Игорь, вставай перед губами! Работай, работай! Ох ты, ох ты! Сейчас Игорь молодчина. Молодец, Игорь! Опасно работал наш спортсмен, но эта опасность принесла свои плоды. И тут же наши бросились за строительство. Все построено. Вновь работа загоняла. Гаспарян, молодец! Загоняла наш находится на площадке. Машет, кричит, свистит. Очень хорошо работает Игорек Гаспарян. Именно на его мощных плечах лежит. А по кругу, по кругу. Молодец, молодец! Браво, браво! Прибегает Гаспарян. И снова начинают ребята строить. Нет, уже не удастся изменить ситуацию. Стоп играя. Как вы видели, все-таки Россия сделала. И она впереди благодаря нашему самому-самому большому игроку. Смертельному оружию. Игорю Гаспаряну. Игорю Гаспаряну. Молодец, парень, молодец. Страшно, я не знал, что делать. Куда бежать, как, что? Было страшно. Думаю, ну все, сейчас как-то долбанет меня. Там в любой момент, в принципе, можно залезть на собор. В любой момент. И ты будешь вообще невредим. Но от этого результаты будут соответствующие. Да, кажется, там человек небольшого роста. Это не имеет никакого значения. Красота духа, сила, безумие, воля к победе. Все там присутствовало. Я так довольна. Какой же все-таки Гаспарян умница. Пойду его обнимать, целовать. Три, два, один. Выпускайте быка. Итак, дамы и господа. Олег Яганян скомандовал к началу этого страшнейшего конкурса. О, Господи, а. Господи, кто выбежал, а. Да, для полуфинала французы привезли специальных быков. Ой-ой-ой-ой-ой. Это не быки. Это специальные быки, не чувствующие боли. Не спящие. Это достижение биотехнологий. Это бык, выращенный на специальном кефире бешенства. Боже, как страшно. И тем не менее, страх не обдавило практически. Даже живот ушел. Плоский живот, шашечки. Это все от страха, дорогие друзья. И той, и другой команде потихонечку, полигонечку удалось выстроить пирамиду. Задача конкурса простая. Надо выстроить пирамиду и заставить быка твою пирамиду сбить. Вот, собственно говоря, и все. Чем большее количество раз бык сбивает твою пирамиду, собственно говоря, столько раз тебе и хорошо. Бык проходит мимо китайской пирамиды и устремляется на американскую. Я, кстати, не понимаю, почему китайцы находятся в ринге все, а американцы по одному. У американцев игра, тем не менее, удалась. Хотя не по одному. Я так слышал, что игроки должны меняться. Поэтому не очень понимаю. Может быть... Да, да. Оливия Ганьян записывает штраф китайцам. Ну все, китайцы приплыли. Китайцы, вы приплыли. А американцы начинают строить пирамиду. Опа. Бык подцепляет китайскую пирамиду. Не знаю, будет ли этот удар защитом. Посмотрите, это животное работает не только рогами. У него специально натренированные налегания в задние лапы. С гигантскими когтями поверх безумно огромных копыт. Потрясающее животное. Это не бычок. Это бык-производитель. Именно он является поставщиком самых злобных быков лазурного побережья. Выцеливает бык. Американцы работают. Стоп-игра. Раунд завершен. Очень люблю китайцев за их командный дух. Они, конечно, в смысле абсолютные молодцы. Ну, Америка трусоватая немножечко. А что касается смелости, равных России нет. Итак, дамы и господа, подведены итоги прошедшего конкурса. И эти итоги вы видите на своих экранах. Всего один балл заработала команда Казахстана. Немного больше. У Америки два балла. Три балла достается Китаю. И победила Россия. Четыре балла. По прошествию двух сложнейших конкурсов. Три балла Америка. Пять баллов Россия. Два балла Казахстан. Но. Есть одно но. Уже семь баллов Китай. Борьба интеллектов на высшем уровне. И оказалось, что китайский интеллект в этом конкурсе, по-моему, победил. Думаю, что в следующих конкурсах мы приложим максимум усилий, чтобы вернуть утраченные позиции. Итак, дорогие друзья, следующий конкурс нашей программы. Футбольная голова. Простите, головная футболка. Футбол головой. Задача игроков – головой ударить мяч, висящий над дорожкой. Сложность в том, что бегущего участника пытаются сбить с ног игроки команд-соперниц, которые тянут дорожку с разных сторон. Время конкурса ограничено. Победит та команда, игроки которой максимальное количество раз ударят мяч головой. Это новый конкурс, мы его не видели. Мы поставили Григория Фролова и Славу Кулакова, наших самых мощных игроков. Мне кажется, они даже справятся. Будем выкладываться на все сто. Все, что сможем, то сделаем. В первом раунде наши ребята на пару с китайцами будут сбивать игроков Америки и Казахстана. Казалось бы, задача простая, но это будет очень и очень нелегко, потому что беговая дорожка, запущенная автоматом, двигается всегда с одной скоростью. Здесь спортсмены в любой самой неподходящей для тебя момент могут ковер рвануть на себя. Три, два, один, вперед! Так, начинается испытание для Америки. А посмотрите пока, как американец браво стоит, а? Но ударить на башку... Ой, нет, скинули американца, наши и китайцы. Вот где слаженность обеих команд не попал казахский спортсмен. Очень тяжело, очень тяжело. Сработала американская спортсменка. Молодец, ой, молодец какая. Но на самом деле очень нелегко тем ребятам, которые тянут этот ковер. Ведь у них впереди еще конкурсы. Они сейчас измотаются, может быть, даже хуже, чем те, кто должен ударить головой в мяч. Ничего не получается, похоже, это казахская спортсменка. В таких костюмах, дорогие друзья, первичные и вторичные какие-то плавые признаки отсутствуют. Это просто костюм... Хотел сказать, человека нет. Это костюм даже не человека. Посмотрите, как работают американцы. Да, второй мяч и второй просто красиво впадает головой в мяч. Нет, казах промахивается, ему роста не хватает. Может быть, совершенно справедливо наша капитана Наташа Андрейченко выставила высоких, рослых спортсменов на этот конкурс. Опа, нет, не получается у него. Его вообще не сбить, он не падает. Организатор останавливает секундомер. Нет, бесконечно принимать участие в этом конкурсе ты не можешь. Следующая американская спортсменка. Ничего у нее не получается, она бедная. Ее так бедную шарашит по этой дорожке. Попала, попала. Это очень хорошая игра. Казахская спортсменка. Ей мешает этот несчастный шлем. Он ей просто мешает. И пока она только... Да, попала. Посмотрите, попала. А может быть, подыграли ей просто организаторы, чуть пониже опустив мячик. Оп, американский буйвол. Просто из команды. Биг Бафалос выходит. О, опять попадает. Биг Бафалос попадает с синим шлемом в оранжевый мяч. И мальчик абсолютно непонятно. Да и неважно. Оп. Попадает головой мяч. Наладь. Наладь для казахи. Игру. Игра очень. И опасная, и сложная. Сложная тем, что ты абсолютно непрогнозируемо пытаешься устоять, но абсолютно непрогнозируемо пытающимся вырваться из-под тебя ковре. Казахская девочка. Опустили. Опустили организаторы. Я вижу просто немного мяч. Но надо заметить, что для американцев они тоже не поднимают. Теперь в равных условиях все находятся. Опа. Красавчик. Красиво попадает лбом в мяч. Казахский атлет выходит. Бах. Прыгает. Человеку от этого атлета с прыгучестью не очень. Но прицеливается. Долго прицеливается. Опа. И попадает головой прямо в мяч. Причем именно только у этого атлета на шлеме крест. Видимо он как-то там с затылком прицеливается. Сработал американский атлет. Очень неплохо. Стоп играем. Все. Все. Оливье Ганьян остановил сложнейший поединок Казахстана и Соединенных Штатов. Теперь время за нами и за Китаем. Конкурсы оригинальные. Пока я думаю, что у нас получалось на первом этапе. Дергали одновременно и нормально. Немного очков набрали соперники. Думаю, что у нас преимущество в росте в этом конкурсе будет. И мы больше в мячей коснемся головой. Ну что же, следующий старт объявлен для России и Китая. От нашей команды на дорожку выйдут бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин. И мастер спорта по легкой атлетике Екатерина Борунова. Ну, я играл раньше руками. Да, но сейчас головой, думаю, стараюсь. Вот, все зависит от того, насколько будет сильно мешать тоже. Волнуюсь, что если упаду лицом и проеду по коврику, то у меня не очень красивое лицо будет после большой гонок в финале. А я-то планирую поиграть в финале. Поэтому вот такие вот эмоции. Главное беречь лицо. А все остальное в защите. Три, два, один, старт. Итак, три, три, один, старт, сказал Оливье Ганян. И понесся российский атлет, это Руслан Нигматуллин. Браво, Руслан, браво. Настоящий хороший большой вратарь. Опа, пошел китаец. Да, китаец такой вот пеней, как выдергиванием ковра просто так не сбит. А вот роста китаец сможет не хватить, да. Что сейчас не получается, кстати, не сбит. Хорош, мужик. Потрясающе стоит спортсмен на ногах. Катя. Катя Бурунова молодец. Умничка. Упала, но только после того, как сделала свое дело. Опа, посмотрите. Китайцы как кошки стоят на ногах. Видимо, их с детства много бросали. Вообще не сбить. Просто падает и сразу на ноги. Вот это да. А парни радуются, рвут этот ковер, чтобы китайская девочка убилась. Попала китайская девочка. Молодец. Опа. И Нигматуллин в бою. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, сняли его. Неаккуратно сработал Руслан Маконин. Хотя это все его стихи должно быть. Потрясающий китайский атлет, который просто балансирует. Как будто бы у него центр тяжести совершенно в другом месте. Не там, где у нас. Факт попадает. Китайский спортсмен головой прямо в мяч. Молодец. Выходит наша спортсменка. Мастер-спорт по легкой атлетике Катя Бурунова. Она пыталась взять тактику китайского спортсмена. Но разница менталитета дает себя знать. Браво, Катя! Ура! Китайская спортсменка. Умница. Китайцы просто молодцы. Но мне нравится, что наши тоже держат удар. Очень даже. Пошел Руслан Нигматуллин. Опа. Прыгает. Нет, нет, нет. Работают и казаки, и америкосы. Молодец, Руслан. Хорошо отработал. Поймал, как называется, свою игру. Пошел китайский красавчик. Человек со смещенным центром тяжести просто. Опа. Наконец, американцам удалось его сбить. Но тут же встает на ноги. Потрясающий балансаж у спортсмена. В следующем пойдет наша Катя. Наша Катя громко смеется. Опа. Молодец, молодец. Ловит, ловит. А эти ее паршивцы пытаются сбросить. Да. Ну ты посмотришь. Китайцы на самом деле наращивают обороты. И нашим придется сделать практически невозможное. Пошел Нигматуллин. Но уже он поймал свою игру. Он уже понял, что к чему. Руслан, Руслан, Руслан. Руслан, Руслан. Прыгучий. И просто леопард. Красный леопард. Да. Молодец. Катя пошла Борунова. Ну достала, можно сказать. Что, достала? Вот теперь точно достала. Этот мяч нашей команде защит. Опа. Пошла китайская девочка. Она поплоше работает, чем мальчик. Но поплоше и внешне. Очки-то она приносит практически, как китайский мальчик. Стоп игра. Все. Не достала бы мяча Левья Ганьян. Конкурс закончился, дорогие друзья. Я надеюсь, что через несколько секунд с грехом полам рефери подведет итоги, потому что как считать это огромное количество мячей, я не понимаю. Видите, какая я футболистка оказалась крутая. Просто прирожденная. А вы говорили, на футболистки не похожи. У нее 100% результат. Я вдруг поймал себя на мысли, что я болею за всех девчонок. Независимо от команды. Потому что это было так трогательно. Они были в этих таких огромных, каких-то бесформенных, антисексуальных нарядах. Им так хотелось головой достать до мяча. В этом проявилась какая-то такая скрытая, где-то в глубине души, женская сущность прыгнуть выше своей головы. Рвемся к победе огромными семимильными шагами. Она будет наша. Итак, дамы и господа. Итоги подведены. И вот такая вереница чисел. Всего один балл заработал Казахстан. По 4 балла достается командам Китая, Америки и России. Общие результаты по итогам всех конкурсов таковы. 7 баллов Америка. К сожалению, 3 балла Казахстан. 9 баллов Россия. Но, опять я говорю, вот это вот пресловутое «но». 11 баллов Китай. Китайцы, они вошли в ритм игры, и они борются. И мы чувствуем это. Нас еще это больше задорит. И мы еще сильнее начинаем выступать, чем раньше. Итак, мы у песчаного ринга. Кто-то скажет, куличи будем строить. Нет. Это следующий конкурс. Халахуп. В этом конкурсе один игрок держит обруч, сидя в бочке. А второй заманивает быка. Победит та команда, сквозь обруч которой животное пройдет максимальное количество раз. Здесь надо ребятам пободаться немножко, потому что сейчас есть реальная возможность чуть-чуть подняться, потому что что-то как-то мы не очень. Ребятки, нам нужна концентрация. Мы спокойно, мило, мы самые сильные, мы самые талантливые. И мы абсолютно, абсолютно победим. Я настолько вместе с ними, я практически проделываю те же самые упражнения. Поэтому я не знаю, какие эмоции, как будто я там, в деле. На арену к быкам отправится кандидат мастера спорта по пауэрлифтингу Владимир Смирнов. Он будет сидеть в бочке. Заманивать быка доверили актеру Игорю Гаспаряну. Значит, сегодня мы с утра с Игорем на пляже специально проводили тренировку. Да, то есть мы чувствуем, что будет вот именно этот конкурс халаху. Я встал как почка, да, изобразил обруч. И Игорь бегал вокруг меня в общесложной, по-моему, 3000 оборотов. Сейчас я чувствую себя как огурчик. Я готов сражаться. Это все благодаря тренировке? Да, и персональному тренеру Дмитрию Носову. Посмотрите, как красиво стоит капитан нашей команды. И болеет, переживает за своих ребят. И каждый конкурс она их отправляет как на фронт и стоит с флагом и плачет. Потрясающе. Вот эта трагедия русской актрисы вынуждены руководить огромной красивой командой на больших гонках. Три, два, один, выпускайте БП. Итак, дамы и господа, конкурс начался. Это не конкурс, простите меня, это просто побоище. Бабь, черт. На самом деле, у Гаспаряна есть несравнимое преимущество перед другими игроками. Он совершенно спокойно проходит в холохут. И это дает ему возможность заманивать БК раз за разом. Посмотрите, а. Другой, может быть, не видит Гаспаряна. Не хочет идти быть в наш холохут. Идет паршивец китайский. Посмотрите, еле американцы возвращают бочку на место. Давай, давай, Игорек. Прекрасно сработал Игорь Гаспарян. Но быть запутавшись в нашем холохуте, а вот теперь сможет ли он поднять бочку. Сильный мужчина, Игорь Гаспарян, спокойно поднимает бочку со своим партнером и пытается сделать свою игру. А американский парень игру-то пытался сделать. Но а чего толку ее делать, если холохута нет в руках? Зачем рисковать просто так? Песок скрипит на зубах. И вы, наверное, это видите по той пыли, которая стоит просто над стадионом. Эта пыль летает в воздухе, в ушах. Кстати, всем желающим я привезу в ушах горстку французской земли. Молодец! 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 Прекрасно работает Игорь Гаспарян. Можно немножко передохнуть. А у американцев игра не идет. Они не могут холохутки как сводить. И вновь Гаспарян делает игру. Ну, 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 пройди. Нет, не пошел. Хитрый бы через наш холохут. Гаспарян молодец. Какой умный. Пока лучше всех, на мой взгляд, работает российская команда. Может быть, я уже с годами просто стал не объективен. Может быть, также сейчас стоит и говорит американский ведущий. На мой взгляд, лучше всех работает американская команда. Посмотрите, что происходит с американским парнем. Он сидит на забор. И игра продолжается. Игорь Гаспарян работает. Опа, опа, вытаскивает, вытаскивает ПК на себя. Какой-то пыль у нас. Хорошо. Ой-ой-ой-ой. Да, вот это удар получает наш спортсмен. Ух ты. А есть ли в нашей бочке кто-то? Есть. В нашей бочке сидит Володя Смирнов ростом метр девяносто четыре. Чтобы вы понимали, бочка размером тридцать два сантиметра. Так вот, Володя Смирнов забирается в нее целиком. И уже практически обжил. У него в этой бочке есть небольшой туалет, ванная комната, гардеробная и спальня. Игорь Гаспарян пытается, пытается вытащить ПК на себя. Молодец, Игорь! Но у американского спортсмена на эту минуту получается гораздо лучше. Стоп! 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 Ой, какой удар Игорь получает. Лишь, мишь, мишь! Бабушка, вот это удар. Досталось, Игорь. Досталось, досталось сильно. Стоп игра! Все, конкурс завершен. Нам с вами остается дождаться подсчета баллов арбитрам. Посмотрите, как развивает событие после конкурса. Бык не уходит, спортсмены сидят в бочках, боясь шевельнуться. Выводят маму этого быка, это добрая корова, по прозвищу Моника. Ну, если брать полное имя, Моника Белуччи, вот, она ходит по кругу и убегает в загон. И это полуторатонное животное, которое называется ее сын, как котенок бежит за мамой. Представляете, да? Это вот просто хотелось вам показать, потому что обычно, к сожалению, многого из того, что происходит за кулисой, мы вам показать не можем. Молодец! Молодец! Давай, Россия, давай, давай, уже даем. На-на-на-на-на-на-на-на! Ну, Каспарян, конечно. Какой же он? Его аж два раза, я видела, прям пищала, кричала. Вувей, ну, два раза он на рога подсаживал, даже подкинул в какой-то момент. А он хоть бы хны, он так же, там же шутру, давай, иди сюда. Ну, кавказская природа все-таки дает о себе знать, ух, красавец. Прямо, ну, сделали такого прям героя, аж неудобно, аж стеснялись. Лучше в кино сниматься и быть перед камерой, чем так на аудиторию говорить, что да, да, я герой, да, там лучше не было. Итак, дамы и господа, итоги прошедшего конкурса вы видите на своих экранах. Команда Китая кладет в свою копилку всего один балл. Два балла достается Америке и по четыре балла получают Казахстан и Россия. Общие результаты по прошествии всех конкурсов таковы. Семь баллов у Казахстана, девять у Америки. Китай набрал 12 баллов и лидирует Россия. 13 баллов. Ну вот, теперь, по-моему, я могу открыть все-таки маленькую тайну. Почему наша команда называется смертельное оружие? Весь секрет и тайна в господине-гаспаряне. Вы представляете, такой маленький, восхитительный человечек, обладающий такой силой, энергией, талантом, мужеством, смелостью ставит нашу команду впереди всех. Мы сейчас, значит, лет 12, и до нас еще далеко все бежать. После победы в прошедшем конкурсе Россия, наконец, опередила соперников. И болельщики, и команда радуются успеху. А группа «Фабрика» даже решила поделиться своим хорошим настроением со всем стадионом. Итак, дамы и господа, мы продолжаем следующий конкурс, изнуряющий для спортсменов внутри гиганты-музыканты. Задача игрока в этом конкурсе очень проста. Занять стул, как только остановится музыка. Проблема в том, что стульев меньше, чем участников, а диск, на котором они находятся, постоянно вращается. Гигант, который не сможет занять стул, будет исключен из конкурса. Победит та команда, чей музыкант дойдет до последнего раунда и сядет на стыд. Скажи, пожалуйста, у нашей команды игра выровнялась, и как ты оцениваешь шансы на вот этот вот изнуряющий для спортсменов конкурс? Ну, я была бы плохим тренером, если бы я сказала, что рассчитываю наши шансы равными там среднему выступлению. Слава будет впервые в жизни делать этот конкурс. Мы с тобой знаем, что это очень тяжелый конкурс. Да, сейчас начнутся великанские выходки, великанские замашки. Вот этот парень скоро превратится в меня. Вес вот этой вот бандура, которая одета на спортсменах, порядка 40 килограммов. И если ты упал ничком вот так вот, то тебе встать практически невозможно. Я очень патриотично настроен, и в этой команде Слава Кулаков, которого я знаю как прекрасного актера и хорошего человека, я буду очень болеть, чтобы мы победили. Душа наша вперед! Мы с тобой, мы тебя любим! Я сделаю, что смогу. Это я обещаю. Музыканты Казахстана, Америки, Китая и России на старте. Музыка! Итак, дамы и господа, зазвучала музыка. Кто-то скажет, отлично, начался уикенд. Нет, уикенд только не для тех ребят, которые находятся в 40-килограммовых костюмах. Сейчас музыка становится, и они рванут. По скользкому каменистому подиуму, до вращающейся дорожки. Четыре музыканта, и всего лишь три стула. Наш спортсмен идет третьим, правильно. Совершенно не обязательно быть первым. Они обходят каменистый подиум, и сейчас должны будут забежать на вращающийся круг. Оба падают. Вторым китаец подходит, нашему надо немного ускориться. Без мой золотой, держись, держись. Ох ты, наш единственный, кто устоял. Дойди, дойди до стула и сядь. Все, наш сел. Без мой золотой, держись, держись. Он пристраивается. Отлично, отлично, отлично. Посмотрите, завязалась драка. И у американского спортсмена еще есть возможность занять место под солнцем на стуле. Чья попа будет первая, американская или казахская? Да, дорогие друзья, все-таки съедалище американцев оказывается лучшим. Посмотрите, что выговоряет американский спортсмен. Упасть упал, теперь не встать, Слава Кулаков сидит, вставать не собирается. Вдруг стул выдернуть, лучше я посижу лишнюю минутку. И для нашего спортсмена как минимум еще один забег. Явно на месте команда Казахстана объявила протест, потому что ключевое здесь, вот эти неудобные... Невозможные. ...которых невозможно бежать. Американский спортсмен снял туфли и тем самым выиграл вот эти вот секунды. По совету тренера россиян Ольги Слуцкир Казахстан подал протест. Но французские судьи своего решения не изменили, мотивировав это тем, что ботинки создают сложность только при прохождении дистанции от старта до барабанов. А на вращающейся поверхности главным препятствием на пути к победе становится тяжелый костюм гиганта-музыканта. Что же, судьям виднее. Ну, бегать, конечно, неудобно. Конечно, неудобно бегать. А так, ну, в принципе, пока мы нормально держимся. Абсолютный герой, умница, работает четко, нормально. Главное, мы башмаков не теряем. Даже если потеряем, я пойду ругаться, бороться. Россия! 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 И так, дамы и господа, начался конкурс. Начинается он именно с вот такой вот незатейливой музыки. И сейчас она резко остановится, и гигантские музыканты рванутся. Опа! Стоп! И понеслись. Наш пропускает, я думаю, что это тактический ход, пропускает вперед и китайца, и американца. Ну, потому что важно не кто первый. Грамотнее распределить свои силы. Распределить! Распределить! На финальном вот здесь вот участке. Бах! Падает китайец, падает американец. И наш, как по маслицу, ползает на вращающийся подиум. Смотри, что кидает, что сделает! Он его схватил за ногу! Сел не туда, но сел. Извините, нашего все-таки рога перевесили. Наш скатился вниз. Американец продолжает двигаться. Китаец тоже продолжает двигаться. Наш замешкался. Увы, увы, увы. Россия из конкурса выбывает. Этот раунд нашему спортсмену, нашему гигантскому музыканту выдернуть на себя не удалось. Увы. Вот только что упал наш папа в большой кукле. Вот мы очень расстроились. Проиграл китайцам, американцам. Они заняли вакантные стулья. Конечно, жалко, что и хотелось бы выиграть этот конкурс. Стать лидерами. Ну, что делать? Тут трудно угадать. Значит, если выигрывает Китай, у них получается 16. Нам, конечно, здорово было бы, если выиграл США. И у нас это с Китаем будут равные очки, а у Казахстана будет низкая планка. Окей, мы продолжаем. На старте Америка и Китай. Музыку. Дэнс начинает звучать музыка. Некрасивыми старомодными движениями танцует Оливье Ганян. Коротких, изрядно съевших за последние несколько недель брючатах. И совершенно немодные обуви, в которых ходила еще моя бабушка. Музыка звучит, звучит. Сейчас все закончится. И гигантские музыканты, среди которых нет нашего, рвутся в бой. Американец идет очень хорошо. В Иноходе, я бы сказал, китаец проходит. Ноздря в ноздрю. А ноздри там, о, какие. За американцем. Ну, а сейчас еще и начнется. Мало быть, первым. Важно еще быть точным. Падает американец. Посмотрите, как Фортуна может отвернуться в последний момент. Победителем становится музыкант из Китая. Из этих состязаний я выношу лично для себя уроки. Мало быть первым. Важно еще своей попой в нужное время попасть на нужный стуль. Я тебе хочу сказать, что что сделал китаец. Ему просто повезло. Американец очень самонадеянно поступил. Он прекрасно шел. Вот здесь везение. Правильная тактика китайского спортсмена. Итак, дамы и господа, итоги прошедшего конкурса вы видите на своих экранах. Один балл достается команде Казахстана. Два балла получает Россия. Три балла Америка. И победил в этом конкурсе Китай. Четыре балла. Перед финальным рубежом горки итоги складываются так. Двенадцать баллов Соединенные Штаты. Восемь баллов Казахстан. Пятнадцать баллов Россия. Шестнадцать баллов Китай. У нас нет перед финальным рубежом никакой форы. Мы проигрываем китайцам один балл. За нами полуфинал, который мы обязаны взять. В финальном конкурсе горки трём участникам от каждой команды предстоит с помощью шеста подняться на вершину горки. Игроки стартуют с разных позиций. В зависимости от того, сколько баллов заработала команда в предыдущих конкурсах. Участник, который придёт к финишу первым, принесёт своей команде победу в сегодняшней игре. Я думаю, что ничто ещё не потеряно. Мы прекрасно выступаем в нашей команде очень много достойных, сильных спортсменов и волевых артистов. Так что, валейте за нас, и всё будет хорошо. Итак, добивающий Владимир Смирнов. Ты понимаешь, что в твоих руках вот сюда команда. Мы уверены, мы уверены. И у вас, Наташа, у тебя очень два быстрых спортсмена. Андрей Акимов и Влад Авдиев. Один спортсмен, фитнес-инструктор, другой артист цирка. Ты что делаешь в цирке, скажи? Воздушный гимнаст. А сейчас можешь что-то показать? Крест. Мне это только на кольцах, это в воздухе показывается, там по куполам вот это всё. Классно. Без рукой не делается ничего. А пригласили меня на представление. Три человека, свеча. Какие люди у нас в команде? Давайте один вперёд. Ну, видишь, Наташа. Ура! Будем надеяться на наших ребят, которые стоят на последнем рубеже. И, в принципе, России сдавать последний рубеж несвойственно. Итак, добивать дистанцию отправляются. Кандидат мастера спорта по пауэрлифтингу Владимир Смирнов. Подхватит эстафету кандидат мастера спорта по спортивной гимнастике Андрей Акимов. И завершать. Решающий конкурс доверили артисту цирка, воздушному гимнасту Владиславу Авдееву. Итак, дамы и господа, весь стадион бушует. Я напоминаю, что это большие гонки. Четвёртый сезон. Это один из самых ответственных поединков этого сезона. Это полуфинал. Не просто полуфинал. И от этого интрига становится больше. Накал страстей практически уже невыносимый. Остались считанные минуты, чтобы понять, кто станет чемпионом большого полуфинала. Атлеты, займите позиции. Итак, спортсмены занимают позиции. Первый у нас Володя Смирнов. Впервые он на этой дистанции. Итак, старт дан. Ах, как стартует китайский спортсмен. Ах, как стартует. Наш Смирнов приходит вторым. Андрюша Акимов подхватывает эстафету. Но надо сократить дистанцию. И американцы, и казаки тоже на хвосте. Как финишируют китайцы. Неужели, неужели нашим не удастся сократить дистанцию? Последний, последний российский спортсмен пытается нагнать Авдеев изо всех сил пытается сократить дистанцию. Но нет, чудо не произошло. Китай финиширует. И нам с вами в большом полуфинале придется удержаться тем, что у нас серебро. Ну, китайцы, конечно, оказались сильнее. И в последнем конкурсе особенно. Мы не проиграли. Мы всего-навсего пришли вторыми. За нами были еще две команды. То есть, а это достойные соперники. Мы прекрасно выступили. Все нормально. Не надо падать духом. Мы играли честно. Мы играли добро. Может быть, чуть-чуть не хватило. И удачи. Это первый канал. Это большие гонки. Меня зовут Дмитрий Нагиев. Удачи вам, любви и терпения. Все, но только пока. Пока. Впереди большой финал. Именно он покажет, кто станет победителем в этой гонке. Гонки. Пока.